Проповедь доктора Крефла Доллара Матфея 22, 37 Давайте прочтем стихи с 37 по 39 вместе вслух Готовы? Читаем Иисус сказал Ему Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим и всей душою Твоей и всем разумением Твоим Сия есть первая и наибольшая заповедь Вторая же подобна Ей Возлюби ближнего Твоего, как самого себя На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки В прошлых проповедях я учил о том, что все утверждается на этой заповеди любви Эта заповедь любви подобна гордине, на которой висят шторы Если гордина упадет, то упадут и шторы Если эта гордина любви упадет, тогда вместе с ней упадут все ваши принципы Все ваши законы, включая исцеление, освобождение, ответы на молитву, процветание Ведь все это держится на законе любви Это итог пребывать и развиваться в Божьей любви Проявлять любовь — это самое главное Я разговаривал с вами о том, чем отличается эмоциональная любовь от любви Агапы Любовь Агапы безусловна Любовь Агапы не имеет границ Любовь Агапы не основывается на чувствах Не основывается на мыслях Не основывается на эмоциях Любовь Агапы переносит все Любовь Агапы любит и не требует взамен ответной любви Аминь А эмоциональная человеческая любовь условна Она основана на чувствах и мыслях Такую любовь нужно заслужить Такая любовь требует любви ответной Понятно? И Бог не просит нас любить Его эмоциональной любовью Он просит нас любить Его так же, как Он любит нас Безусловной любовью Агапы А теперь представьте себе супругов, которые поклялись любить друг друга безусловной любовью Агапы Они никогда бы не подали на развод Мы говорим, что любим безусловной любовью Но это неправда, потому что мы меняем свое отношение к человеку Когда он делает что-то против нас А должно быть так Что бы ты мне ни сделал, я не перестану любить тебя, как обещал Условная любовь зависит от поступков объекта любви И это не Агапы любовь Любовь Агапы умеет страдать молча, если нужно Аминь Сегодня мы поговорим о глаголе «любить» Пожалуйста, послушайте меня внимательно Я знаю, что первые 15 минут вам будет казаться, что вы в школе Но это нормально Заметьте, в 37-м стихе написано «Возлюби Господа Бога твоего» В 39-м написано «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» Многие богословы утверждают, что в этих двух стихах говорится о любви Агапы Но это не так Там используется глагольная форма от слова «любить» И в греческом оригинале это слово «агапао» Агапао Всегда, когда вы видите глагол «любить», в оригинале используется греческое слово «агапао» Которое значит полностью посвятить себя другому Полностью посвятить себя другому Он говорит, вы должны полностью посвятить себя Господу всем сердцем и всей душой, всем разумом А потом он говорит, вы должны полностью посвятить себя своему ближнему Именно это и пугает многих людей, полностью посвятить себя ближнему. Но именно этот смысл заложен в это слово. Так мы связываем себя и объединяем себя с объектом нашей любви. Слово «агапао» — это греческий глагол «любить». Он означает связать себя и стать единым объектом любви. Это полное посвящение и абсолютная преданность. Подобный смысл имеет и слово «фанатизм». Когда мы ставим другого на первое место, что мы ставим на первое место в своей жизни? «агапао» — к Богу и «агапао» — к ближнему. Это должно быть на первом месте в нашей жизни. Это любовь-посвящение. Это любовь с посвящением. Она может быть к Богу, или, как мы узнали на прошлой неделе, она может быть к человеку, или к чему бы то ни было в этом мире. В прошлый раз мы говорили о том, с чем может связать себя человек. Мы видели, что люди могут любить «агапао» — тьму. Мы видели, что люди могут любить «агапао» — человеческую славу, или лучшее вместо церкви. Я рассказывал вам об этом в предыдущих передачах, потому что хотел, чтобы вы поняли, невозможно связать себя с Богом до тех пор, пока вы не станете похожим на Него. Но многие предпочли связать себя с чем-то другим. Эта любовь, эта посвященная любовь, может быть четвертым типом естественной любви. Давайте я расскажу о первых трех типах естественной любви. Вы можете это записать, и потом мы продолжим. Первый тип естественной любви — это эмоциональная любовь. На греческом языке «сторге». С-Т-О-Р-Г-Э. Это эмоциональная любовь. Эмоциональная любовь — «сторге». Второй тип естественной любви — это сексуальная любовь. В контексте брака. И по-гречески это «эрос». Э-Р-Э-О-Эс. Э-Р-Э-О-Эс — сексуальная любовь. Третий тип любви — это дружеская любовь. По-гречески это «филео». Ф-И-Л-Е-О. Филео. Это дружеская любовь. И последний тип — «посвященная любовь». Агапао. А-Г-А-П-А-О. Это слово, значит, «Я посвящен тебе и связываю себя с тобою». Итак, речь идет о четырех типах естественной любви. Эмоциональной любви, сексуальной любви, дружеской любви и посвященной любви. Итак, есть эмоциональная любовь, есть сексуальная любовь в браке. Если секс вне брака, это не любовь, это эмоциональная похоть. Существует дружеская любовь, но все это отличается от посвященной любви. Когда вы связываете себя с объектом любви, именно так Бог просит нас любить Его. Он просит нас связать себя с Ним. Он просит нас связать себя с Ним, стать с Ним одним целым. И мы не можем вновь говорить, «Как мне это делать?» Потому что тем самым мы говорим, «Господи, я не хочу этого делать, потому что это дорого, мне обойдется». Мне придется пожертвовать этим и тем. Нужно платить, очень много платить за то, чтобы связать себя с Богом. Чтобы желать Его воли и ставить ее выше собственного счастья. Его воля в вашей жизни превыше вашего счастья. Мне нужно было принять решение делать то, к чему призывает меня Бог. И за это нужно платить цену. И ценой может быть непонимание людей, злые статьи, и книги о вас, и многое другое, но все это не важно. Я буду делать то, что призвал меня делать Бог, потому что я связан с Ним. Я связываю себя с Ним. Я связываю себя с Ним. Слава Богу. И в день Вознесения я буду похож на Него, потому что я был связан с Ним достаточно долго. Аллилуйя. И не говорите, что это невозможно для вас, потому что вы связали себя с чем-то другим. Люди привязались к наркотикам и стали с ними одним целым. Вы связываете себя с разными вещами. Вы связываете себя с карьерой, с работой. Вы привязываете себя к людской славе. И если люди вами не восхищаются, вы беретесь за крэк и кокаин, потому что не получаете то, к чему привязались и от чего зависите. А Бог говорит, я хочу, чтобы ты взял Агапао и использовал ее для меня. Именно для этого я тебе и дал ее. Он дал нам способность любить такой любовью не для того, чтобы мы связывали себя с мраком этого мира, но чтобы мы могли связать себя с Ним. Аминь. Теперь поговорим вот о чем. Откройте Евангелие от Иоанна. Главу третью. Что происходит в жизни человека, который отказывается связать себя с Богом, но продолжает связывать себя с какими-то вещами, другими людьми, тьмой и грехом? Что происходит с человеком, который неделю за неделей, неделю за неделей слушает проповеди о любви Божьей, а после говорит, нет, я не хочу связывать себя с Богом? Что происходит с человеком, который однажды пришел в церковь, услышал благую весть о любви Божьей и сказал, нет, я не буду посвящать себя Богу. Вы не знаете, кто я, я еще тот, мне лучше связаться с кем-нибудь другим, потому что если я свяжу себя с Богом, мои приятели, возможно, перестанут принимать меня. Что произойдет с этим человеком? Давайте откроем Иоанна 3, стих 16. Ладно, давайте начнем. Я люблю вас. И вы меня. Надеюсь, это не изменится после первой проповеди. Ибо Бог так, послушайте, возлюбил или Агапао, или Бог так посвятил Себя, Бог так связал Себя с этим миром, Он привязал Себя к этому миру. Он посвятил Себя этому миру, чтобы стать одним целым с Ним. Он посвятил Себя миру. Пожалуйста, поймите это. Бог привязал Себя к этому грязному миру. Он привязал Себя к этому миру и к людям в этой мирской системе, людям, которые полны эгоизма. Что есть в этом мире? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И Бог сказал, что Он связал Себя с нечестивыми, злыми, похотливыми и горделивыми людьми. Зачем Ему понадобилось связывать Себя с такими? Потому что Он знает, как Он велик. И Он знает, если Он связал Себя с нами, тогда мы однажды станем такими, как Он. Он посвятил Себя нам. Друзья, послушайте меня сейчас. Преданней Бога вы никогда никого не найдете. Что бы вы ни делали, сколько бы вы это ни делали, после того, как вы устанете творить все зло, Бог и Его посвящение не истощатся, и Он все еще будет любить вас. Он любит вас, несмотря на ваши поступки. Не верьте, если вам говорят, что вы совершили настолько ужасный поступок, что Бог больше никогда не будет с вами. Вопрос в другом. Захотели ли бы вы быть с Ним? Он посвятил Себя вам. Он посвятил Себя вам. Ибо Бог так возлюбил мир. Он Агапао мир. Как же Он возлюбил? Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякие верующие в Него, если вы верите в Него, вы не можете умереть. «Не погиб, но имел жизнь вечную, жизнь с избытком, подобную жизни Бога». Это и есть Божья цель. Он говорит, «Если вы верите в Него, вы не погибнете». Что же, я не могу молчать о последствиях обратного. Если вы не верите в Него, тогда что? Иоанна 3, стих 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Послушайте это. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, чтобы отвергнуть мир, чтобы осудить Его, чтобы вынести Ему приговор, но чтобы мир спасен был через Него». 18 стих. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божья». Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». А теперь я хочу немного поговорить с вами об осуждении. Сейчас мы вошли в период осуждения. Сейчас вы будете видеть такое осуждение, которое вы не видели до сих пор. А потому в конце года прорвется поток благословений Божьих. Поток Божьих благословений. Но для этого Богу нужно убраться дома. А теперь послушайте меня внимательно. Мне нужно объяснить вам кое-что, потому что люди неправильно понимают, что такое суд. Мы прежде всего думаем, мы думаем, Бог сказал, «Пришло время суда, и теперь Он будет судить всех, теперь Он займется каждым, потому что пришло время суда». Но суд — это совсем не это. Я поясню, что такое суд на простом примере. Представьте, что вы в машине и едете в Алабаму. Для того, чтобы попасть в Алабаму, вам нужно выйти на шоссе I-20 и двигаться на запад. Правильно? И если вы едете по I-20 на запад, вы можете попасть в Алабаму. Ведь так? Вы считаете, что правильно выбрали направление. А теперь послушайте. Вы хотите попасть в Алабаму, но едете по I-20 на восток. Вы едете, потому что это шоссе I-20. Позвольте задать вам вопрос, вы попадете в Алабаму? Почему? Потому что едете в неправильном направлении. Если вы хотите попасть в Алабаму, вам нужно съехать с трассы на первой же развязке, развернуться и поехать по I-20 на запад. Тогда вы попадете в Алабаму. А теперь смотрите. Если вы будете продолжать ехать в неверном направлении, вы в конечном итоге окажетесь в месте, в котором вы совсем не хотели оказаться. Вы приедете туда, куда вам совсем не хотелось. Вы окажетесь не там. Бог не судил вас. Если вы поедете на восток, вы окажетесь не в Алабаме. А если поедете по I-20 на запад, вы приедете в Алабаму. Если у вас хорошая работа, зарабатываете, имеете много денег, не берите на себя больше, чем можете потянуть. Если вы зарабатываете 2000 долларов в месяц, ваши расходы в месяц должны быть меньше этой суммы. Не, забудь об этом. Если вы рассчитываете, это правильно. Я зарабатываю 2000 в месяц, но я верю, что Бог благословит меня больше. Я могу купить это, куплю тот дом. Я думаю, мы можем себе это позволить. Мне скоро должны заплатить бонус, и тогда я смогу... А потом приходит уведомление о выселении. Возвращайтесь домой, а ваша мебель уже на улице. И вам некуда идти. Господь, я не понимаю, что произошло! Как это не понимаете? Вы шли по пути, который привел вас к тому, что произошло. И все, что произошло, должно было произойти, потому что вы шли по пути, ведущему к таким последствиям. В этом есть осуждение этого пути. Если сделаешь это, произойдет это. Если поступишь так, будут такие последствия. Суд — это достижение пункта назначения выбранной вами дороги. Подождите. Библия говорит, что нельзя становиться под одной ярмо с неверными. Это правильно. Никогда не вступайте в брак с неверующим. Но не всякий, называющий себя христианином, является таковым. Нужно, чтобы у вас было схожее мышление, духовный возраст, чтобы вы ходили в одну церковь и так далее. Но нет. Ваши биологические часы тикают. И вы выходите замуж за чужого. Понятно? И потом чужой вас избивает, чужому не нравится работать и тому подобное. А вы спрашиваете, что случилось? То, что и должно было случиться. Да. Это и есть суд. Все, что Бог говорит, очень просто. Бог говорит, что вы придете туда, куда вы сами избрали. Если вы выбрали неверный путь, вы придете туда, куда ведет этот путь. Если вы едете по правильной дороге, вы приедете туда, куда ведет эта дорога. Скоро, скоро все идущие по неверному пути дойдут до конца выбранной дороги. Те, кто слушают истину, я прочитаю из Писания и покажу вам, что я имею в виду. Давайте откроем Писание. Я прочитаю тот же стих в расширенном переводе. Слушайте внимательно. Начиная с 17 стиха. «Ибо не послал Бог Сына своего в мир, чтобы судить, отвергать, осуждать, приговаривать мир, но чтобы мир мог обрести спасение и безопасность через Него». Знаете, что он сказал? Он сказал, что мир идет по неверному пути. Он сказал, «Я не пришел, чтобы сказать им, какие они ужасные. Я не пришел сказать им, какие они глупые. Я пришел в их неправильный мир, чтобы сказать им, «Эй, я ваш спасательный круг. Эй, я могу спасти вас. Эй, поверните назад. Алабама на западе. Вы едете на восток». Он встал на пути у людей и сказал, «Вы не туда едете! Разворачивайтесь! Я могу защитить вас. Я буду вашим спасательным кругом. Я пришел не для того, чтобы осудить вас или сказать, что вы глупы. Вы едете на восток. Вы что, не умеете пользоваться карты?» Он сказал, «Я пришел не для суда. Я пришел сказать вам, что вы выбрали неправильную дорогу, но со мной вы в безопасности, потому что я могу показать вам правильный путь». А теперь дальше. Стих 18. «Всякий верующий в Него, кто уповает, надеется на Него, не судится. Тот, кто уповает на Него, никогда не судится. Никогда не будет отвержен, осужден и приговорен. Но неверующий, кто не уповает, не доверяет Ему, уже осужден. Ему уже был вынесен приговор, потому что не уверовал во единородного Сына Божьего. Он осужден за то, что отказался уповать на имя Христа. То есть, вот стоит Иисус, а вы едете на восток. Вы хотите попасть в Алабаму, но едете в противоположном направлении. Но вас останавливает Иисус и говорит, «Вы не туда едете, Алабама на западе». А вы говорите, «Я тебе не верю. Я не верю тому, что ты говоришь». А он отвечает, «Вы уже осуждены. Вы уже приговорены. Вы уже обречены. Вы идете в неверном направлении и попадете туда, куда хотите. Вы не попадете в Алабаму, потому что вы не верите мне». Вот что он сказал. И мы поступаем так же. Вы идете неправильным путем, и об этом звучит проповедь. Вы говорите, «Я не верю в это». Вы осуждены. Вы приговорены. Вы идете неправильным путем. Звучит проповедь, но вы «Я не хочу в это верить, я не доверяю». Бог приводит в вашу жизнь помазанного человека. «Я не верю, я не доверяю». Вы смотрите фильм или читаете журнал, и вдруг загорелся свет. «Я не желаю в это верить, я не хочу доверять этому». И вы продолжаете идти по неверному пути. Он говорит, «Я не сужу тебя, ты сам обрекаешь себя на осуждение. Я пытался развернуть тебя. Я пришел и показал тебе, что ты идешь неправильным путем. Я останавливал тебя. Но ты был упрям и продолжал свой путь». Иисус говорит, «Да, я знаю, что ты грешишь, но я готов спасти тебя. Остановись, развернись, иди другим путем». «Я не хочу, я не буду. Мне и так хорошо, я не буду. Я ничего плохого не делаю. Я таким родился». Вы уже приговорены. Вы приговорили себя. Он говорит, «Я не могу ничего сделать, если вы не слушаете меня». Вы меня понимаете? Посмотрите. Вот то, к чему я вас вел. Стих 19. «Суд же основание для обвинения доказательства виновности состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили Агапау тьму, нежели свет. Они привязались ко тьме, потому что дела их были злы». Посмотрите, друзья. Послушайте меня. Большинство людей думают, что их судят за плохие действия, да? Конечно, так они и думают. Они думают, что человек осуждается за то зло, которое сотворил в жизни, за то, что человек наркоман, блудник, вор, ужасный, грубьян и так далее. Гореть вам в аду за эти поступки! Нет, за это не судят. Писание утверждает, что человек судится не за злые и глупые поступки, которые совершил. Писание гласит, что суд грядет на человека, потому что явился свет, когда он совершал злые дела, но он предпочел свету тьму. То есть, Иисус говорит, что основание для служения в том, что когда мы шли по неверному пути, открылся путь правильный, но мы решили идти неверным путем. Он говорит, что суд грядет за то, что мы отвергли свет. Суд грядет не за плохие поступки. Суд грядет за то, что явился свет, чтобы научить нас поступать правильно, но мы отвергли свет, когда он явился. Сколько раз свет появлялся в нашей жизни, а вы отвергали свет? Сколько раз вам приходило слово от Господа, и вы знали, что оно для вас, но вы отвергали свет и продолжали делать свое? Как часто вы слышали проповедь и знали, что оно для вас, и вы шли домой и размышляли над ней 10 минут, но вы отвергли свет и продолжили делать свое? Мы попадаем под осуждение, когда отвергаем решение наших проблем. Я скажу очень жесткие слова, но они должны здесь прозвучать. Люди не идут в ад из-за своих плохих поступков. Люди идут в ад за то, что отвергают возможность перестать поступать плохо. Люди идут в ад за то, что отвергают Иисуса.